Как нерезиденты России могут инвестировать в российский фондовый рынок, а также покупать иностранные акции? Друзья, всем привет! Вы смотрите канал InvestFuture. За все время существования нашего проекта я получила уже как минимум тысячу сообщений с вопросами о том, как нерезидент Российской Федерации может начать инвестировать, как выйти на московскую, на санкт-петербургскую биржу или на иностранные площадки через российского, либо какого-то другого брокера. Я сразу скажу, что эта тема непростая. У меня нет практического опыта решения таких проблем, но мы с командой провели небольшое исследование, и я с удовольствием поделюсь его результатами с вами. Но я сразу хочу оговориться, что здесь могут быть какие-то неточности, и здесь нам, как воздух, необходимы комментарии от людей, которые имеют такой опыт. То есть, допустим, если вы являетесь нерезидентом Российской Федерации и вышли на московскую биржу или на зарубежные площадки другие, напишите, пожалуйста, из какой вы страны, какой у вас статус, через какого брокера вы это сделали, и какие активы покупаете, и какие комиссии платите. Точно так же будет полезно, если вы поделитесь опытом в комментариях, если вы, допустим, живете, работаете в России, но не являетесь гражданином. Какой брокер открыл вам счет, насколько это было сложно, какие документы потребовались. В общем, здесь невероятно нужен ваш опыт, пожалуйста, делитесь им. Во-первых, друзья, напомню, что резидент Российской Федерации – это человек, который находится на территории страны в течение как минимум 183 дней за последние 12 месяцев. Если вы, соответственно, находитесь больше, то вы этому требованию удовлетворяете, и для вас все будет намного проще. Итак, давайте разбираться, что у нас есть на данный момент на рынке. К сожалению, есть два крупных российских брокера, которые, насколько я понимаю, вообще не работают с иностранными гражданами, ни в каком юридическом статусе. Это Сбербанк и Тинькофф. Это достаточно грустно, потому что Сбербанк предлагает очень хороший тариф, и Тинькофф предлагает очень хорошее обслуживание. Но здесь на данный момент no way, и я так понимаю, что резидентство не имеет никакого значения. То есть, если даже вы иностранец, который проживает на территории России постоянно, вы в этих брокерах счета открыть не сможете, по моей информации. Далее, есть крупные российские брокеры, которые открывают счета иностранным гражданам, в том числе и нерезидентам Российской Федерации, но это делается исключительно в офисе компании, а офисы находятся на территории Российской Федерации. Это относится, например, к ВТБ, БКС, Открытие, Финам и Альфа. То есть, для того, чтобы открыть счет, нужно непосредственно прийти ножками в офис брокера и через менеджера это сделать. Удаленное открытие онлайн не предусмотрено. Для того, чтобы открыть счет в таком брокере иностранцу, необходимы следующие документы. Это паспорт и, что очень важно, его нотариально заверенный перевод на русский язык. Второе, это документ, подтверждающий право на пребывание в России. Это может быть виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство или миграционная карта. И третье, у вас также могут запросить идентификационный номер налогоплательщика, установленный в вашем государстве, то есть аналог российского ИНН. Таким образом, вы можете открыть брокерский счет в ВТБ, БКС, Открытие, Финам и Альфа. Если вы, допустим, иностранец, который живет и работает в России, без проблем вам должны открыть счета, но в офисе. Либо, например, если вы иностранец, который оказался в России даже проездом, и если вы предоставите все необходимые документы, то счет вам должны открыть. Следующий вариант. Если вы на территории России оказаться никаким образом не можете, а сейчас, собственно, именно такая ситуация, есть брокеры, которые открывают счета удаленно. В частности, среди достаточно крупных российских брокерских компаний, кто у нас здесь в списке. Первая – это компания Freedom Finance, которая позволяет открыть счет удаленно с последующей отправкой оригиналов заявлений по почте. Freedom Finance дает доступ на рынок российский, на рынок Казахстана и на рынок США. При этом добавлю, что на территории Украины и на территории Казахстана у Freedom Finance есть офисы, поэтому если вы проживаете в этих странах, то вы можете открыть счет в офисе, но это будет, в принципе, быстрее, если он недалеко от вас расположен. Смотрите всю информацию на сайте компании. Далее, IT-капитал тоже предлагает удаленное открытие. Схема такая же, как у Freedom Finance, то есть сначала подписываются документы, отправляются сканы, потом уже оригиналы по почте для лиц, которые не имеют гражданства Российской Федерации. Что во Freedom, что в IT-капитал, граждане Российской Федерации могут открывать счет просто через сайт и госуслуги. Дальше, если у вас капитал солидный, то есть вариант работать через Aton, но там счета нерезидентам открываются от 100 тысяч долларов, и вопрос решается через менеджера в личном порядке. При этом гражданам США Aton на счета не открывает. И есть отдельная категория офшорных компаний, которые имеют отношение, конечно, к Российской Федерации, но, тем не менее, вы будете работать через офшор. У этого есть минусы, потому что кто-то считает, что надежность будет несколько ниже, хотя на самом деле это тоже достаточно спорное утверждение, с учетом того, что и по российским брокерам, которые работали под лицензией, тоже было очень много некрасивых ситуаций. Вспомните хотя бы тот же энергокапитал. Но так или иначе, значит, у нас такие варианты предлагает Церих, сайт с доменом CERICH.EU, European Union, то есть это кипрская дочка Цериха. Через форму на сайте предлагается удаленное открытие. Есть предположение, что они работают через Interactive Brokers, как субброкер. И обратите внимание, что они не открывают счета гражданам Республики Беларусь. Далее, Just2Trade – это кипрская дочка компании Finam, которая работает под лицензией Сайсика. Открывают счета только удаленно. В принципе, дает прямой доступ на биржи, пополнение в любой валюте, в том числе и крипта. Честно говоря, мне Just2Trade не совсем нравится с точки зрения прозрачности, но нужно признать, что, конечно, здесь действительно широкий диапазон бирж и активов, к которым вы получаете доступ, плюс абсолютно никаких ограничений на открытие счетов. Так что почему бы и не разузнать про это детали, если для вас актуально. Еще один вариант – это United Traders. Компания тоже офшорная. Изначально работала только как пробтрейдинговая компания. Сейчас активно развивает широкий набор финансовых услуг. United Traders открывает счета всем. Регистрация максимально упрощенная. Фактически документы не требуются. Обратите внимание, что если вы инвестируете из рубежа на счета юридических лиц, которыми являются финансовые компании, нужно обязательно обращаться в поддержку к этим компаниям и уточнять условия ввода и вывода денег, и уточнять размер максимального перевода и другие нюансы. Потому что там могут быть подводные камни, которые вас неприятно удивят. Внимательно сначала все разузнайте, прежде чем какие-то действия совершать. Следующий вариант – это выход на российский рынок и на другие рынки через так называемую субброкерскую схему или через юридического посредника. Субброкер – это посредник между вами и брокером, который имеет выход на биржу. Это тоже профессиональный участник рынка, но он как бы сам является клиентом брокера и открывает там счет на свое имя. На этот счет покупает активы на ваши деньги. Очень часто торгуя через субброкера человек даже не знает о том, что на самом деле это не прямое владение акциями. Ну, здесь есть много разветвленных вариантов субброкерских схем. В принципе, в этом нет ничего плохого. Другое дело, что для того, чтобы выбирать субброкерскую компанию, нужно тоже, конечно, на ряд вопросов ответить. В частности, предпочтительно, чтобы у субброкера была лицензия родного государства, в котором он работает, был какой-то определенный стаж работы на рынке, чтобы компания появилась не вчера, было достаточное количество клиентов, был торговый оборот и были нормальные, ненарисованные отзывы в интернете. Если это все соответствует или хотя бы большая часть из этих пунктов, то, в принципе, это не выглядит рискованной историей. Я не знаю всех субброкеров, их огромное количество и какого-то единого реестра нет, но, например, можно рассмотреть на ситуации с Украиной. Там, как субброкеры, работает, например, родственная компания российского брокера «Универ», Украина по субброкерской схеме работает и дает доступ как на международные рынки, так, насколько я понимаю, и на российский рынок. Есть, например, Art Capital, это субброкер Interactive Brokers. Есть еще компания, которая называется Sweet Invest, которая тоже работает по субброкерской схеме. Нюансы я не знаю, их нужно уже уточнять непосредственно у себя на местах. Ну и также в других странах субброкерские схемы тоже работают, нужно искать детальную информацию самостоятельно. Субброкерская схема хороша тем, что у субброкера, скорее всего, будет представительство в вашем регионе, куда вы, опять же, сможете ножками прийти, пообщаться с менеджером, задать вопросы, может быть, послушать какие-то семинары, мастер-классы и так далее. Это является преимуществом. Ну, на самом деле, есть еще один вариант, который, на самом деле, я называю последним, но он отнюдь не самый плохой, даже я бы сказала, наверное, топовый. Это открытие счета, допустим, напрямую в компании Interactive Brokers. Это американская компания с большой историей, очень устойчивая, которая работает под американской страховкой, что является, конечно, очень большим преимуществом. И Interactive Brokers с 2019 года позволяет, во-первых, российским гражданам покупать через него российские акции, а также позволяет нерезидентам России покупать также российские акции через Interactive Brokers. Это хороший очень вариант, это надежный вариант, но здесь, конечно, предпочтительно начинать с депозита, по крайней мере, 5000 долларов, чтобы комиссии все не съели. Пару слов скажу про ситуацию с налогами. Если вы открываете счет у российского брокера, полноценного юридического лица, который зарегистрирован на территории Российской Федерации, работает под ее законодательством, то он является налоговым агентом по операциям с покупкой и продажей ценных бумаг. То есть, теоретически, он будет уплачивать за вас налоги. Но если вы являетесь резидентом другого государства, то вам нужно обязательно изучить, как устроен вопрос с двойным налогообложением и какие обязательства у вас могут возникнуть также и в вашей стране. Ну, это если вы такой очень честный и ответственный налогоплательщик. В базовом варианте, если нерезидент выходит на российский рынок, работает на московской и санкт-петербургской бирже, то для него НДФЛ будет 30%. Но недавно для граждан ЕАЭС НДФЛ был снижен до 13%. Но это оформляется через возврат. И, насколько я понимаю, не всегда просто. Бывает этот возврат выбить. То есть, это требует определенных усилий с вашей страны. Нужно этот момент понимать. Налог с дивидендов по российским акциям для нерезидентов 15%. Если вы работаете через субброкера, то есть, брокера, который зарегистрирован в вашей стране, дает вам доступ на московскую биржу или, допустим, на срубежные площадки, то здесь налоги уплачиваются просто по законам вашего родного государства. Если вы работаете через офшорную компанию, то, соответственно, налоги остаются на вашей совести. Ну, я скажу так, большинство людей не платят в такой ситуации налоги, но ответственные граждане, конечно же, это делают. Дальше. Очень много вопросов про то, может ли нерезидент открыть индивидуальный инвестиционный счет и получить налоговый вычет в России. Мне кажется, что ответ на этот вопрос заложен в самом вопросе, потому что мы получаем налоговый вычет, если мы ранее уплачивали какие-то дивиденды, какие-то, простите, налоги в бюджет этого государства. Таким образом, если вы нерезидент Российской Федерации, то вы не можете открыть индивидуальный инвестиционный счет и получать по нему вычеты. Между тем, если вы, допустим, являетесь гражданином другого государства, такого, как, скажем, Беларусь, Украина, Казахстан и так далее, при этом вы живете, работаете на территории Российской Федерации, являетесь резидентом, то вы имеете полное право на то, чтобы открыть здесь индивидуальный инвестиционный счет и получать налоговый вычет. Хотя, нужно признать, что на таких условиях не все брокеры с вами будут работать. Кто-то просто помашет ручкой и скажет, извините, нет, для нас это слишком сложно, долго, мы не хотим этим заниматься, поищите другого брокера. Кто-то выставит к вам повышенные требования со списком документов, а кто-то не будет вас мучить и просто откроет вам ИИС и поможет все это сделать. Здесь нужно тоже все это дело уточнять, зависит от, на самом деле, во многом даже от менеджеров, на которых вы в этом брокере попадете. Но теоретически вы имеете на это полное право и вы должны это знать. Правда, возможно, придется дополнительно подтверждать статус налогового резидента при получении вычетов. Еще момент, который я забыла сказать, если вы являетесь гражданином Европы или, допустим, проживаете в Европе и ищете доступ на зарубежные рынки, то здесь часто упоминается брокер под названием DeGiro. Это голландская компания, я так понимаю, что это дисконтный брокер, я с ним никогда не работала, но упоминания в интернете встречаются. Вот такие варианты. Я вам рассказала все, что знаю по этой теме, надеюсь, что было полезно. Пожалуйста, дополняйте меня, поправляйте меня и давайте поможем людям, которые ищут брокера, наконец-то его обрести все вместе. Пожалуйста, пишите ваш опыт в комментариях. Если было полезно, друзья, то, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, нажать на колокольчик, подписаться на наш канал, чтобы узнавать каждый день больше о мире финансов и инвестиций. В описании к видео есть ссылка на наши социальные сети. Присоединяйтесь к телеграм-каналу InvestFuture, где есть оперативная информация каждый день. Ну а я с вами прощаюсь. С вами была Кира Юхтенко, команда InvestFuture. До новых встреч на нашем канале.